Всем привет! Сегодня мы посмотрим на обновленную версию зарядного устройства TORNAGE AQS L6. Мощность его возросла до 80 Вт. В коробке у нас само зарядное устройство. Провода для зарядки аккумуляторов. Стандартные провода, как и в прошлой версии AQS L6. И наконец-то появилась у нас инструкция. Она хотя на английском языке, но все равно это уже хоть что-то. На самом зарядном устройстве также есть некоторые изменения. Силовой разъем у нас стал теперь XT60. Решение, конечно, спорное, но ничего страшного. Приходится перепаивать разъем на блоке питания. И также добавился вход для подключения микро-USB кабеля, для того, чтобы можно было подсоединить зарядное устройство к компьютеру и следить и управлять процессом зарядки. Теперь давайте включим зарядное устройство и посмотрим, какие изменения нас ждут внутри. Здесь у нас все та же удобная менюшка. На главное меню вынесены все типы аккумуляторов, которые можно заряжать. Теперь не нужно идти в какие-то настройки и искать, например, литий-феррунные аккумуляторы. Появилась поддержка высоковоэтажных литий-полимерных аккумуляторов, которые недавно были представлены на Хоббикинге. Появилась возможность измерить заряд аккумулятора и сопротивление. Сейчас подключим кабель, аккумулятор и посмотрим, как это работает. Здесь мы увидели, как это работает. Добавим напряжение каждой банки и сопротивление каждой банки. В настройках системы мы можем ставить таймер отключения зарядного устройства, количество залитых миллиампер, температуру отключения зарядного устройства. В общем, еще много очень полезных функций. Также мы можем вернуться к заводским настройкам, что очень удобно. Если вы, например, что-то накладали лишнего, можно зайти в меню системы и откатиться к заводским настройкам. Также появилась возможность сохранять профили зарядки аккумуляторов. Если вы используете много разных аккумуляторов, эта функция будет вам полезна. Можно сохранить до 10 разных профилей. А теперь давайте подключим зарядное устройство к компьютеру и посмотрим, как работает программное обеспечение, с помощью которого можно управлять процессом зарядки. Итак, подключаем зарядное устройство с помощью микро-USB кабеля к компьютеру. Запускаем программу Charge Master. Ссылка на программу будет в описании под видео. Как вы видите, в программе вы можете выбирать тип аккумулятора, тип зарядки, или это будет зарядка, или разрядка, возможно, хранение, или быстрая зарядка, или балансировка. Также можно выбрать количество ячеек вашего аккумулятора. Как мы помним, в зарядном устройстве QC6 поддерживаются только аккумуляторы до 6 банот. Также можем выбрать ток, с помощью которого будет заряжаться или разряжаться наш аккумулятор. Итак, теперь ставим на зарядку 3-х баночный аккумулятор. Будем его балансировать. Ток пускай будет 3 А. Здесь у нас показывается напряжение аккумулятора и напряжение каждой банки. Можем нажать кнопку Start. И запустится у нас процесс зарядки. Здесь на графике мы можем видеть, как заряжается наш аккумулятор, каким током и сколько по времени. В настройках системы, так же, как и на самом устройстве, мы можем изменять ряд параметров. Так же можем обновлять прошивку. В меню программы мы можем сохранять профили для зарядки нашим аккумулятором. Достаточно удобная штука, не нужно тратить время для того, чтобы назначать параметры зарядки для того или другого аккумулятора. В общем, это все, что я хотел вам сегодня показать. Спасибо всем большое за внимание. Не забываем подписываться, ставить лайки. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!